Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Показатели пятилетней выживаемости во всем мире, к сожалению, как ни странно, не меняются почти примерно на уровне 70-х годов. Это связано со многими факторами, в том числе с изменениями в статистике, в диагностике и так далее. Примерно 15-20% пятилетней выживаемости для всех стадий. И мы понимаем, что все зависит от стадии. Выявляемость четвертой стадии около 60% сохраняется по сей день. 19-й век ознаменовался... Вернее, вторая половина 19-го века ознаменовалась бурным развитием хирургии. Здесь два события революционные. Первое – это эфирный наркоз в 1946 году внедрен в клиническую практику хирургов. И Жозеф Листер в 1867 году развил теорию и практику о понятиях асептики и антисептики. И несмотря на бурное развитие общей и в целом хирургии во второй половине 19-го века, торакальная хирургия, то есть операции на органах грудной клетки считались крайне опасными, фатальными, поскольку при торакотомии возникал коллапс легкого, кардиопульмональный шок, и на работающем легком было крайне неудобно оперировать. И 19-й век, в общем-то, не ознаменовался какими-либо серьезными успехами в торакальной хирургии. В 1928 году Геда Лиотерс описали, отработали резиновую эндотрахеальную трубку с надувной манжетой. Это позволило контролировать вентиляцию легких с положительным давлением. И через три года тот же Лиотерс с Гейлом описали технику селективной однолегочной вентиляции путем контролатеральной интубации контролатерального главного бронха. И с тех пор стало возможным выключение оперированного легкого. Это, так сказать, ломало код для безопасной операции на органах грудной клетки. Первым успешным хирургическим вмешательством при раке легкого считается эпохальная левосторонняя пневмоноктомия. В исполнении Эверса Грехема в Сент-Луисе он оперировал на гинеколога по фамилии Гилмар. Перевязал обработку корня легкого эндмассы с перевязкой с одной лигатурой на корень легкого под эндотрахеальным наркозом. Как известно, пациент пережил своего доктора. Кстати, Грехем первый, кто использовал также лучевую терапию в лечении рака легкого, вживлял радиевые иглы при центральных опухолях бронхи. В нашей стране Александр Васильевич Вишневский в 1937 году раздельная обработка элементов корня легкого под местной анестезией по Вишневскому. Но нужно сказать, что Рудольф Ниссон, который с фотографии смотрит на нас, требуя справедливости, в 1931 году выполнил двухэтапную пневмоноктомию 12-летней девочки. Правда, не по поводу рака легкого, а по поводу гнойной деструкции легкого. Первый этап – перевязка наложения лигатуры на корень легкого. Первый этап – произошла коллизия интероперационная, и вторым этапом он удалил уже некротизированное легкое. И хирургический метод с тех пор получил триггер, до сих пор является основным радикальным методом лечения рака легкого. Что касается лобэктомии, то первоуспешная лобэктомия в клинике считается, что принадлежит Герцену в 12-м году, хотя были экспериментальные исследования до того. Значит, основные даты – это 1910 год – неудачная пневмоноктомия при раке легкого, 1933 год – Грэхэм, 1936 год – Вишневский в Москве, и первоуспешная пневмоноктомия в Ленинграде – Федор Григорьевич Углов под местной анестезией с раздельной перевязкой элементов корня легкого. И последующие годы уже таракальная хирургия получила достаточно серьезное развитие. Все эти фамилии, которые мы перечисляем, они остались в истории как пионеры легочной и таракальной хирургии, и в частности онкохирургии. В нашем институте профессором Раковым в 1952 году впервые выполнена успешная пневмоноктомия пациента с центральным раком легкого. Цитирую нашего учителя Роберта Ивановича Вагнера, нужно сказать, что эволюция хирургического лечения рака легкого – это понятие не чисто техническая хирургия, а именно всеобъемлющее понятие, которое в себя охватывает и начинает эпидемиологии до прогноза, все нюансы диагностики, лечения, подходов, прогнозирования пациентов, страдающих этой болезнью. Основные этапы развития хирургии рака легкого, грубо представленные до 1950-х годов. Единственным радикальным вмешательством при раке легкого считалась пневмоноктомия. После 1950-го года внедрение частичных резекций легкого, белобэктомии, бронхопластические операции параллельно стандартным лобэктомии внедрялись. С 1980-х годов это уже выполнение расширенных, расширенно комбинированных сложных реконструктивно-пластических вмешательств, уже операции под АИК внедрялись. И 1990-е годы ознаменовались видеоэндоскопическими радикальными уже вмешательствами, не только диагностическими. В 21 век ознаменовался эра хирургического лечения рака легкого в эру комплексной терапии с серьезными успехами консервативного лечения. Здесь представлены фундаментальные работы по раку легкого. Это пионеры внедрения хирургической техники, не только техники, но и диагностики рака легкого. В частности, если обратиться к этой работе, Кахан, британский хирург, он разработал радикальную лобэктомию, доказав возможность выполнения лобэктомии, радикальность этого объема с объемом лимфодисекции. Он считается пионером лимфодисекции при раке легкого. Основные принципы онкохирургии, разработанные в ушедшем столетии, они остаются по сей день актуальными. Это принципы областичности вмешательства, зональности и футлярности, сформулированные в том числе Александром Раковым еще в 1960 году. Они относятся не только к опухолям легкого, но и ко всем локализациям в целом. Основные принципы хирургии – это вмешательство начинать с полноценной ревизией, оценки резиктабельности. Операция выполняется всегда острым путем, без тупой припаровки, острая мобилизация клетчатки средостения, широкая медиастинотомия, элементов лимфодисекции, мобилизация магистральных сосудов, принцип отсутствия механического давления на опухоль до ее изоляции, раздельная обработка элементов корня легкого, ну и относительный принцип пересечения бронха из сосудов и структур грудной полости полтора-два сантиметра от макроскопических границ опухоли. Это не всегда получается выполнять, но необходимость этого постулата продиктована тем, что много работ, доказывающих наличие опухолевых клеток на протяжении полутора сантиметров от макроскопических краев резекции. Критериями радикальности хирургии рака легкого являются отсутствие микроскопических признаков опухолевого роста в краях резекции бронхов и сосудов резоцированных тканей грудной полости и отсутствие метастазов в самой отдаленной группе удаленных лимфатических узлов. Если говорить о сравнении возможностей и результатов до публикации 60-го года, анализ опыта 50-х годов и сравнение анализа опыта уже 80-х годов, разница, мы можем заметить, что разница огромна как в пятилетней выживаемости, так и в частоте, выполняемых пробных торакотомий. Более трети больных в начале развития хирургии рака легкого подвергались пробным торакотомиям, не имелась возможности выполнения радикальных резекций. Определенные успехи за эти десятилетия, естественно, связаны как с улучшением диагностики, так и с набором опыта хирургии, огромный коллективный мировой опыт. И, конечно же, внедрение комбинированной терапии 70-х годов уже внедрена послеоперационная лучевая терапия. Что же происходило с эволюцией объема оперативного вмешательства? Поскольку на легком возможной известной нам пневмонэктоме, лоббилобэктоме и сублобарной резекции в объемах сегмент-полисегментэктоме, анатомических или неанатомических краевых резекций. В течение длительного периода, около 30 лет, операция выбора считалась пневмонэктомией, меньше пневмонэктомией, хотя и технически она уже была возможна, выполнение меньше пневмонэктомии объема считалось нерадикальным, поскольку считалось, что невозможно удалить регионарные лимфатические узлы, невозможно обеспечить радикальность, удаляя часть легкого. Даже вот работа есть Ошнера с Дебейки, где анализировал 79 пневмонэктомий, они пришли к выводу, что выполнение простой лоббэктомии также нелогично, как частичное удаление молочной железы, хотя для нас это сейчас, конечно же, уже даже смешно. Но в той же клинике Ошнера уже 62-й год и опубликован первый серьезный результат, сравнительный анализ отдаленных и непосредственных результатов лобэктомии с пневмонэктомией, доказаны лучшие непосредственные результаты при примерно одинаковых отдаленных результатах после лоб и пневмонэктомии. Конечно же, на тот момент совсем точного стадирования не существовало. И уже через 10 лет после этого опубликована, во всяком случае, правомерность сегмента ктомии, то есть сублобарных резекций при раке легкого. Параллельно накоплению опыта хирургии рака легкого, естественно, приходит необходимость систематизации классификации хирургических вмешательств. В англоязычной литературе первым, кто занялся систематизацией хирургических вмешательств, это Чемберлен, и до сих пор в литературе фигурирует понятие стандартное и расширенное вмешательство, то есть extended surgery. Оно означает как выполнение полной медиастинальной лимфодисекции, также резекции экстрапульмональных структур. И много в литературе фигурировали еще понятия реконструктивно-пластические, максимально минимальные, расширенные, сверхрасширенные, комбинированные вмешательства, что в некотором смысле носило путаницу. Но разработанная в 1995 году профессором Трахтенбергом отечественная классификация, она, в принципе, полноценно охватывает все нюансы классификации, объем оперативного вмешательства, вариант оперативного вмешательства, характер оперативного вмешательства, собственно, то, к чему мы привыкли в нашей ежедневной практической работе, и это полностью отражает суть хирургических вмешательств при раке легкого. Параллельно систематизации хирургических вмешательств была необходимость, конечно же, классифицировать саму опухоль легкого, и на протяжении 10 лет французам первым Денуа разрабатывалась ТНМ-классификация, которая вышла уже в 1968 году. Первая ТНМ-классификация с отражением ТНМ рака легкого – это 1968 год. В настоящее время, в 2017-го, принята восьмая классификация, и, конечно же, с каждой классификацией стратифицировалась более подробно, производилась стратификация групп пациентов под стадием с пониманием факторов прогноза. Хотелось бы обратить внимание, даже сравнение седьмой и восьмой классификации уже имеют особенности. В седьмой классификации 6-процентная пятилетняя выживаемость при четвертой стадии отражается тем, что четвертая А стадия – 10%, четвертая Б стадия – уже 0%. Это, конечно же, играет роль в персонализированном подходе, в прогнозировании и, соответственно, терапевтическим подходам к этим пациентам. Что касается объема лимфодиссекции, то это на протяжении всей истории хирургии рака легкого является предметом дискуссии для таракальных хирургов. В начале 20-го столетия такими учеными, как Рувер, Жданов, были изучены лимфооттоки от различных долей и, соответственно, им пути метастазирования при опухолях. Карта систематизации маркировки лимфатических узлов общепринятая среди таракальных хирургов всего мира – это Маунтендрейслер. Однако предтеча этой карты являлась разработана Японским обществом по проблеме рака легкого. Конкретно она называлась Нарукимап. В 1978 году разработана Цуга Наруки всем известным нам таракальным хирургам. Можно сказать, одним из отцов японской онкохирургии. И эта карта до сих пор применяется. Она удобна и она дает возможность стратифицировать, в том числе по прогностическим группам, с учетом поражения различных групп бронхопульмонального и медиастинального коллектора, в зависимости от конкретной локализации в долях легких. И в зависимости от этого есть различные классификации медиастинальной лимфодисекции, селективная лимфодисекция, лобспецифическая лимфодисекция, систематическая радикальная лимфатическая диссекция. И есть еще понятие расширенность, сверхрасширенная лимфодисекция. Вот это отражено в классификации тоже профессора Трахтенберга с Чисовым. Считается, что полная медиастинальная лимфодисекция, охватывающая верхние и нижние медиастинальные лимфоузлы, и, естественно, внутрилегочный коллектор, даже при лобэктомии внутрилегочный коллектор должен подвигаться тщательно лимфодисекцией, и даже при сегментэктомии. Этот объем считается стандартным. Расширенным объемом считается расширение до удаления наивысших медиастинальных и передних средостенных лимфоузлов. Ну, а сверхрасширенная или билатеральная лимфодисекция включает уже удаление в том числе контрлатеральных лимфоузлов или надключичной лимфодисекции. Разработчиками и пионерами этих операций, имею в виду сверхрасширенных, являются японские авторы конкретно таракальных хирургхата. Параллельно изменению пониманий о возможности выполнения лобэктомии, параллельно внедрению лобэктомии при радикальном лечении рака легкого начали внедряться трахеобронхопластические вмешательства. Первое бронхопластическое вмешательство было выполнено Прайс Томасом в 1947 году, пациенту с карциноидом правого главного бронха, а Алисон в 1952 году выполнил при раке верхнюю лобэктомию не только с циркулярной резекцией промежуточного главного бронха, но и с резекцией легочной артерии, таким образом оказавшись пионером даблслив резекции. В нашей стране это Мишалкин в 1958 году, первое сообщение о проведении циркулярной резекции бронха, а что касается бронхопластической лобэктомии при раке легкого, то она выполнена Кузмичевым. Первый крупный опыт обобщен в работе Шоу Паульсона, это известные авторы заднебокового доступа при раке пэнкоста. В 1959 году внедрён термин слив резекшен и доказана роль бронхопластических лобэктомий. Мало того, считалось, что обычную лобэктомию не позволительно выполнять, а вот лобэктомию с бронхопластикой, то, что позволяло расширять объём резекции центральных бронхов, считалось, что она аналогична по результатам пневмоноктомии. Что касается резекции бифуркации трахеи, то это более сложное вмешательство. И первая успешная циркулярная резекция бифуркации трахеи принадлежит МАТЭ и правосторонняя коренальная резекция, Баркла изолированная резекция в 1957 году, и первый крупный опыт – это Гермест-Грилео, 36 пациентов. А далее в 2004 году у того же Грилео есть всеоблемющая монография по трахеальной и трахеобронхиальной хирургии. В 1961 году уже коренальные резекции выполнялись, первый опыт выполнения коренальных резекций с применением экстракорпорального кровообращения. В Советском Союзе первый опыт опубликован в 1970-х годах профессором Перельманом с авторами. На самом деле количество выполняемых объемов того или иного объема операции при раке легкого – это и является историей хирургии рака легкого, поскольку все это является субстратом для исторического опыта и для дальнейшего совершенствования хирургического метода в лечении рака легкого. Хотелось бы обратить внимание, это публикации с количеством пациентов, подвергнутых бронхопластическим резекциям. Хотелось бы обратить внимание, что опыт Евгения Владимировича один из уже первых в мире и из 330 пациентов, 300 с лишним пациентов – это пациенты раком легкого, есть там и пациенты с метастатическими поражениями и с другими локализациями опухоли. Что касается коренальных резекций, конечно, здесь опыт авторов поскромнее, эти операции остаются самыми сложнейшими в онкоторакальной хирургии, они остаются в ранге с высоким риском непосредственной летальности, поэтому их количество исчисляется десятками, редко перескакивает за сотню. Значит, опыт нашей клиники – 139, ну, сейчас уже 142. И я позволил себе поставить фамилии тех хирургов, которые, по сути, создают историю трахеобронхиальной хирургии и вообще онкоторакальной хирургии во всем мире. Что касается комбинированных резекций при раке легкого, они внедрялись именно вот с начала истории, с начала эволюции хирургии рака легкого. По различным данным, от 3 до 15% в среднем при операциях по поводу немелкоклеточного рака легкого операции являются комбинированными с резекциями окружающих структур и органов. В нашем институте 23%, почти четверть пациентов, получающих хирургическое радикальное вмешательство по поводу рака легкого, переносит комбинированную резекцию. Резекция различных структур. Самыми волнительными, естественно, являются резекции сердечно-сосудистых структур. И внедрение использования искусственного кровообращения является вполне приемлемым для выполнения таких хирургических вмешательств. Однако искусственное кровообращение имеет при онкологических заболеваниях свои противопоказания, поэтому в литературе дискутируется необходимость применения искусственного кровообращения. Мы покажем, что наш опыт хирургии мультиорганных, резекций, выполнение без применения АИК, однако это максимально допустимая резекция, которая возможна, например, у этого пациента правосторонне комбинированная пневмоноконокомия с резекцией перикарда, верхней половины, обоих предсердий и циркулярной резекцией бифуркации трахеи с хорошим, непосредственным и неплохим отдаленным результатом. Но, конечно же, что касается выполнения резекции тронкус пульмонализ и протезирования аорты, они должны выполняться под искусственным кровообращением. Непосредственные результаты хирургического лечения это тот краеугольный камень, который интересует таракальных хирургов и который является лимитирующим фактором для расширения операбельности и резектабельности. Осложнения. Что касается осложнений, то желательно выполнять профилактику осложнений. Если они уже состоялись, то борьба с осложнениями. И в течение результата этой борьбы должен быть, конечно же, должна быть минимизация послеоперационной летальности. Она никуда не денется. Послеоперационная летальность может составить ноль только у тех хирургов, которые перестали оперировать. Уровень хирургии и уровень смежных дисциплин анестезиологического пособия и реанимации позволяет вести успешную борьбу с этими осложнениями и профилактику в том числе. Для примера покажем такой случай осложнения. При верхней бронхопластической билобектомии с резекцией шестого сегмента у пациента оставалась базальная пирамида, выполнена первичная бронхомиопластика для профилактики несостоятельности швов анастомоза. Тем не менее, она состоялась на 8-е сутки бронхоплевральный свищ и выполнена повторно хирургическое вмешательство, завершающая пневмоноктомия с ручной обработкой культибронха и вторичная миопластика широчайшей мышцы спины. И завершена операция торакостома, здесь аккуратная торакостома, и через месяц после операции видна сосудистая ножка широчайшей мышцы спины. Пациент благополучно выжил и через 6 лет, я хочу сказать, что сейчас он жив и получает лечение по поводу метахронной карциномы левого легкого. Это, естественно, консервативное лечение. Революцию в онко-торакальной хирургии совершали разработки в области шивающих аппаратов. Нужно сказать, что первый опыт шивающих аппаратов, да и вообще появление шивающих аппаратов в Советском Союзе в 1961 год. И следующее, мы можем заметить, что публикации за, уже западные публикации, это ссылка на, ссылка в этой публикации, ссылка на советский механический УКБ. То есть ушиватель культибронхов, он был одним из первых шивающих аппаратов. Это, конечно же, уже более современный вариант УО-60 представлен здесь. Естественно, с развитием видеоэндоскопической хирургии, различные сшивающие эндоскопические аппараты, с применением различных вариантов степлеров. На этом не будем подробно останавливаться. И, конечно же, говоря, рассказывая об истории хирургии рака легкого, нужно остановиться на торакоскопических вмешательств. С того момента, как в 1910 году применена торакоскопия для осмотра плевральной полости у больного туберкулезом, торакоскопия прошла очень длительный и серьезный путь. Естественно, речь шла о диагностической торакоскопии. Только в 90-х годах с появлением современных видеоэндоскопов стала возможность выполнения в том числе радикальных хирургических вмешательств. Первая анатомическая резекция в виде лобэктомии Равиара в 92-м году. В нашей стране это Сигал в 94-м году. И за эти прошедшие почти 30 лет количество торакоскопических анатомических резекций неуклонно растет. По данным Европейского общества торакальных хирургов, ВАЦ лобэктомии в настоящее время составляют до 20% всех лобэктомий в крупных центрах, крупнейших европейских центрах. И ВАЦ лобэктомия является, конечно же, золотым стандартом в лечении начальных форм рака легкого, когда Т1 и Н2 нет данных за регионарное распространение и, естественно, отдаленное. Видеоассистированные хирургические вмешательства не ограничиваются типичными анатомическими резекциями, а есть уже опыт трахеобронхоангиопластических резекций с применением ВАЦ-технологий. Количество этих операций растет. В данной публикации уже 139 дабл-слив резекшен в режиме видеоассистенции. Конечно же, в 21 век ознаменовался появлением роботической технологии и в хирургии, и в таракальных хирургии он меньше применим пока что, чем в абдоминальной и в урологии роботической хирургии имеют некоторые преимущества перед ВАЦ-технологией. Возможно, она и призвана преодолеть к преодолению этих ограничений, которые имеются при ВАЦ. Например, здесь 3D-изображение, и имеется возможность более четкой манипуляции в узком пространстве. Первая работа, первый опыт. Это, конечно же, относится все в 2000-е годы. Это 21 век. Если сравнить операционные залы в 19 веке и в 21 веке, то мы можем увидеть, сколько внимания пациенту в физическом отношении. Хотя здесь можно заметить, что перчаток еще нет, но есть понятие асептики и антисептики. А в 21 веке роботическая операционная выглядит таким образом, что хирурги отвернулись от пациента в нестерильном виде, смотрят в консоли робота. Но, тем не менее, руки хирурга остаются основным инструментом в любой хирургии от начала и до конца истории. И, естественно, все, что творится внутри пациента, творится благодаря опыту этих рук. Два слова можно сказать о хирургии олигометастатической болезни. Эволюция лечения рака легкого довела нас до понимания биологических особенностей даже при четвертой стадии. И есть четкое понятие олигометастатической болезни, при котором хирургическое лечение является не только возможным вариантом, но и необходимым этапом лечения этих пациентов. Если говорить о тенденции операбельности, поскольку это основное, что интересует хирургов, как можно расширить операбельность и резиктабельность, и этим добиться длительной выживаемости, поскольку радикальное вмешательство при немелкоклеточном раке все-таки дает возможность надеяться на длительный стойкий эффект. Улучшение ранней диагностики, расширение функциональной операбельности за счет пожилых, за счет пациентов с коморбидным состоянием и прогресс в развитии смежных дисциплин анестезиологии, реаниматологии, кардиологии, кардиохирургии в том числе. И, естественно, успехи диагностики, хирургия ранних форм, хирургия расширенно комбинированная при местно распространенных опухолях и добавилась еще хирургия олигометастатических. Это все, на первый взгляд, должно привести к росту операбельности пациентам раком легкого. Однако та же самая диагностика, улучшение уточняющей диагностики приводит, с другой стороны, к снижению, поскольку мы при лучшей диагностике лучше стадируем и отказываем, какое-то количество пациентов получает отказ в силу степени распространения и нецелесообразности хирургического вмешательства. Даже речь не идет о невозможности. Ну и, естественно, расширение арсенала консервативной терапии, речь идет о химио-лучевой терапии и различных вариантах применения лекарственного лечения, таргетной иммунотерапии. Какая-то когорта пациентов не подлежит хирургии, особенно это больные с прогнозируемой пневмонектомией, когда можно избежать комбинированной пневмонектомии и ожидать такой же результат лечения от консервативного метода, естественно, мы решаем в пользу консервативного метода. В настоящее время можно резюмировать, что накоплен значительный исторический опыт хирургии рака легкого, и можно сказать, что эта история хирургии рака легкого находится в разгаре и на пике. К сожалению, отказаться от хирургического лечения в ближайшее время не получится, и придется думать в сторону ее совершенствования. Что же касается клинических рекомендаций, конечно же, в 21 веке существуют различные профессиональные сообщества, которые на основе огромного колоссального опыта, изучение десяток, сотен тысяч случаев когорты пациентов огромных позволили разработать клинические рекомендации, в том числе есть отечественные клинические рекомендации по лечению. Однако можно ли их называть стандартами? Слово «стандарт» ближе приближается уже к штампу. Поскольку эти рекомендации обновляются, совершенствуются, то, наверное, в виде стандартов они существуют недолго, поскольку постоянно совершенствуются. Спасибо за внимание.